Из книги «Открытым оком», 3-й том, Сема Лапкин книги, вопрос 990. «Почему, когда Вы проповедуете по радио, Вы не упоминаете о Божьей Матери?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я переадресовываю этот вопрос ко всем пророкам Детского Завета. Почему они ничего не проповедуют, кроме того, что над Девом? Я переадресую этот вопрос ко Христу, к апостолу Павлу с его 14 посланием, к апостолу Меакову и Иуде и их посланием, к апостолу Петру и его двум посланием, и к возлюбленному ученику Христа, апостолу Иоанну, которому Христос поручил Свою Матерь. А его усыновил ей, адресуя с трем посланием этого Иоанна. Почему они о ней не сказали ни единого слова, ни единого предложения? Неужели они не знали о ее амафоре? Почему они не написали, что кроме нее не им иные помощи? Почему они ее не назвали воительницей, избранной воеводой? Почему они не составили ни одной хвалебной песни, ни одного акафиста или канона, или службы, или празднования дням ее рождения, введения, благовещения, смерти? Да встряхнитесь вы, наконец! Да встряхнитесь же вы, наконец! Бросьте с себя это наваждение, богатство, отступничество! Исайя 48, 11 Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. В отношении Божьей Матери произошел не просто перекос или перекрест, но самое натуральное отречение от слова Божия – извращение. Написали псалтирь Богородицы, переделав псалтирь Давида, написанных хвалу Богу и Егове, полностью под Божьей Матерь, безумие! Сама она, будучи исполнена Духом Святым из рекламы. Лука 1, 48 Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Лука 1, 48 Тогда Мария сказала, все раба Господни, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел. Слово «ублажать» во всей Библии встречается только десять раз. Давайте все их рассмотрим. Ио 29, 11 Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, ухо, видевшее, восхваляло меня. Салом 9, 24 Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, коростолюбец ублажает себя. Салом 48, 19 Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Салом 71, 17 Будет им имя его, благословенно вовек, доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Салом 41, 28 Стоят дети и ублажает ее муж, и хвалит ее, и крысят 4, 2 И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут до стели. Иакова 5, 11 Вот мы ублажаем тех, которые терпели, выслышали о терпении Иова, и видели конец оного Господа, ибо Господь весьма милостерд и сострадателем. Премудрый Саломон 2, 16 Он считает нас мерзостью, удаляется от путей наших, как от мечетства, ублажает кончину праведных и чеславно называет отцом своим Бога. Люди ублажают друг друга, то есть прославляют, распространяют хорошую молву, и более ничего в этом слове не заключено. Я являюсь проповедником Слова Божия, а не проповедником отцепления от Слова Божия. Скажите по совести, мой ответ вас удовлетворил? Не думаю, потому что знаю, как глубоко сидят корни греха и привычки. Вот этими-то грехами, корнями, традициями трясут покой, обвиняемые на правах оппонента. Я переадресовываю им адрес, переадресовываю им вопрос и ставлю так, на каком основании вы делаете то, что делаете по отношению к Божьей Матери, что сказано выше. Дайте подтверждение Священного Писания своим действиям. Теперь я обращаюсь к вам, неуважаемый мной совопросник. Не думаете ли, что на мой вопрос они точно так же, как и я, дадут пространный ответ согласно Библии о том, что они не произнесут ни единого слова, а будут как безгласые рыбы. Я приведу небольшой пример из жизни Барнаутской епархии. Передаю так, как мне передали священники, бывшие на КВП, в епархиальном совете. Сам там не был, но верю, что так могло быть. Незадолго перед этим вышел в Мирской печати в газете «Время и деньги. Мой материал. Храм Божий и торговля несовместимы». Он находится в нашей книге, в честном православии. При желании можете прочесть. Более всех возмущался протеерей Александр Войтович, повторяя слова своего папаши, отца Николая Войтовича, метрофорного с отверстием легендарного, как его однажды назвал Баварин Владимир Николаевич, мэр Барнаула, к его великому удовольствию. «Да до каких же пор Игнатий будет терзать нашу святую православную церковь мать?» Владыка Антоний не смолчал, но мудро ответил. «Тогда эти опровержения и точно так же покажите на основании священного писания. Не знаю кто, но кто-то из батюшек ответил. Что ответишь, если Игнатий выбрал свою из Библии по этому вопросу?» Епископ Антоний как-то кротко улыбнулся и сказал, раздев руками. «Ну что ж, отцы, тогда выполняйте, как написано». Кстати, в этой статье под фотографией была приписка о том, что первосвященнейший Антоний, преосвященнейший Антоний посетил мое скромное жилище, потрапезовал и мы обсуждали с ним самые злободневные вопросы в церкви. Продолжение следует...